По сценарию жаркого лета в Канаковском районе вновь разгорается пожар. Трасса М-10 окутана дымовой завесой. Первые сообщения о задымлении поступили еще в выходные. Очевидно, что густой смог надвигается на трассу из леса. Видно несколько очагов с характерным белым дымом торфяников. Однако в МЧС поспешили успокоить людей между поселками Радченко и Городня. По их словам, произошел пал сухой травы. Местные жители уверены в обратном. Вот утром встаешь, вот я живу вот в этом доме, дымка, 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 ну запах горе и все. Вчера вообще у нас пускали через Кошелево, по Ленинградку. То есть видимость очень плохая, дышать трудно вообще? Да нет, нормально, но пахнет торфом, горелым торфом. Ну торф, он может и до весны гореть. Тушить что надо? Ситуацию, которую еще в июле практически сразу назвали чрезвычайной, пока что называется не раздувают. Хотя еще летом стихию называли неукротимой. К тушению привлекли не только силы регионального МЧС, но и соседних областей. Группировку насчитывало несколько сотен человек, 4 вертолета, самолет-амфибию Б-200, Ил-76, способные одновременно взять на борт и сбросить 42 тонны воды. В настоящее время организованной операции по ликвидации огня нет ни в небе, ни даже на земле. На тушение брошены только местные силы. Это несколько пожарных частей, сил которых явно недостаточно. Ее не потушишь, она будет гореть долго. Ее не видно, но торф внутри горит. По словам местных жителей, бить тревогу они начали еще в выходные. Людей пугает тот факт, что новые очаги разрастаются ровно на тех территориях, где торфяники не были дотушены до конца. Дуновения ветра и теплой погоды было достаточно, чтобы рядом с гектарами выжженной земли вновь заполыхало. Ну, наверное, еще летние. Потому что торф горит долго, сами знаете. Летом амфибии летали, и все летало. Сейчас пока нет. Местами земля буквально проваливается под ногами не меньше, чем на метр. Но это не предел. Торфяники могут продолжать гореть на глубине до 10 метров. Земля буквально горит под ногами. Из-за сильного ветра торфяной пожар мгновенно перекидывается на деревья. Вокруг уже много поваленного леса. Такие очаги легко могут пережить зиму. Они глубокие, и тушить их, по крайней мере, сейчас никто даже не пытается. Об истинном очаге возгорания пока почему-то предпочитают молчать. Судя по всему, активно тушить вновь загоревшиеся торфяники начнут только когда запах беды почувствует Москва или Тверь. Правда, отвоевывать у огня придется уже гораздо больше территории, чем сейчас. Марина Евстрази, Руслан Попов, РЕН-ТВ Пилот.